МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувшие дни во время дежурства в Туране внимание сотрудников ГИБДД привлек заснеженный УАЗ. За рулем транспортного средства находился 33-летний житель Левобережного дачного общества Кызыла. При досмотре автомобиля в багажнике обнаружено 39 картонных коробок, внутри которых находилось 154 пластиковых бутылок спирта. Всего сотрудники полиции изъяли 770 литров спиртосодержащей жидкости, которую направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального МВД. Со слов водителя, спирт он вез из Абакана в Кызыл, объехав стационарный пост Шевелик. По данному факту проводится проверка. Еще один случай сбыта алкогольной продукции произошел на стационарном посту Шевелик. В минувшие сутки инспекторами ДПС в ходе осмотра Тойоты Гранд Хайс, который управлял 48-летний житель города Абакана, полицейские обратили внимание на необычное напольное оформление кузова. Как выяснилось позже, пол салона микроавтобуса был оборудован деревянным поддоном и тщательно замаскирован ковровым покрытием. При досмотре авто сотрудники ДПС обнаружили и изъяли 25 пластиковых бутылок объемом 5 литров, наполненные прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта. Общий объем изъятой продукции составил 125 литров. В ходе разбирательства водитель пояснил, что спиртосодержащую жидкость изготовил самостоятельно и вез в город Кызыл для родственников. Стоит отметить, что на этикетке бутылок имеется надпись «Этиловый спирт – это НОЛ». Наезд на пешеходов в селе Кызыл-Мажалок. 36-летний водитель, управляя ВАЗом, сбил двух женщин, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП в больницу с различными травмами госпитализированы пешеходы. Жительница села Кызыл-Мажалок в возрасте 41 и 42 лет. В состоянии алкогольного опьянения. Полиция, тувы, призывает граждан быть бдительными на дороге. В целях сохранения жизни и здоровья самим пешеходам необходимо помнить, что они также являются полноправными участниками дорожного движения, которым следует соблюдать правила переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии по перекресткам. При этом оценивать скорость и расстояние до приближающегося автомобиля. И дорожные условия в том числе. Также пешеходам не следует пренебрегать использованием средств пассивной безопасности свето-возвращающими элементами. А вось не пронесло. Водитель, будучи лишенным права управления авто, надеясь на удачу, сел за руль. Если бы еще и был трезв. Но, увы, некоторые не учатся на ошибках. Так, в ноябре у дома по улице Спортивная села Самогалтай инспекторы ДПС остановили вас под управлением 40-летнего местного жителя. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Проведенный тест определил, что гражданин находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции установили, что 40-летний мужчина в мае прошлого года попался при пьяной езде. Ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. На основании собранных материалов дознавателям было принято решение о возбуждении уголовного дела. Напомним, что санкции данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. 11 декабря дорожными полицейскими была остановлена машина отечественного производства под управлением 28-летнего жителя Кызыла, который вел себя подозрительно. При досмотре салона транспортного средства сотрудниками полиции был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли. Водитель и пассажир, находившиеся в салоне авто, были доставлены в полицию для установления личности и дальнейших разбирательств. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что изъятое наркотическое вещество принадлежит 19-летнему пассажиру. Результаты исследования показали, что изъятое вещество является марихуанной, массой более 2 килограммов и гашишем более 25 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный пояснил, что наркотическое вещество изготовил для собственного употребления. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. За рабочие сутки 15 декабря сотрудниками ГИБДД на территории республики от управления транспортными средствами отстранены 8 водителей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. В Кызыле задержано 4 нетрезвых водителя. Вас инспекторы ДПС заметили на Левобережном дачном обществе. При виде патрульной машины водитель занервничал и попытался скрыться, но и явного сопротивления он не оказывал. Во время проверки стало очевидным то, что мужчина изрядно пьян. Он просто-напросто не мог стоять на ногах. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления авто. А этот водитель яростно доказывал инспекторам ДПС, что не был за рулем. Хотя его поймали на горячем. А после он решил соврать и указал не свое имя. Когда все выяснилось, он решил надавить на жалость и сказал, что дома его ждут дети. При проверке выяснилось, что молодой человек не имеет водительского удостоверения. Более того, он еще принял на грудь. Так алкотестер показал 0,68 промилле. Молодому человеку грозит 15 суток в спецприемнике. Быстрая езда захватывает дух на иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров. Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых. Есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции задержано 7 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения. Или ранее были лишены такого права. По состоянию на 1 декабря 2019 года на территории города Кызыла имеется 12 адресов, где зарегистрировано 109 иностранных граждан. По учетам в категорию «Резиновый адрес» попадают те адреса, где поставлены на учет более 4 иностранных граждан. Так, с целью выявления и пресечения правонарушений и преступления миграции сотрудниками совместно с заинтересованными службами проведена проверка более 4,5 тысяч объектов различных форм собственности, в том числе более 2 тысяч частных домов. Управление по вопросам миграции Республики Тыва обращает внимание принимающих и приглашающих сторон иностранных граждан в Российской Федерации, что несоблюдение порядка постановки на учет иностранных граждан в Российской Федерации предусматривает административную и уголовную ответственность. Сотрудники полиции в рамках операции «Правопорядок» провели рейды в селе Сукпак. Мероприятие проводилось с целью снижения криминальной обстановки на данной территории, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений, фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости и проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах. Более ста сотрудников силовых и правоохранительных органов в минувшие дни проверили село Сукпак по разным направлениям. Так, при въезде в село все автомобили проверяли сотрудники госавтоинспекции. Кроме дорожных полицейских, всех автовладельцев на наличие долгов проверяли судебные приставы. Территория села Сукпак была поделена на зоны, в которых проводили работу группы, состоящие из сотрудников различных подразделений. Участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ПДН при содействии сотрудников ОМОН проверено 68 лиц, состоящих на учете ОВД. Из них 12 лиц, состоящих на административном надзоре. Один несовершеннолетний, 18 неблагополучных семей, 5 семейных дебоширов, 10 формально подпадающих под административный надзор и 22 владельца оружия. Относительно СУМОН СУПАК, да, можно сказать, он спокойный. Но, тем не менее, данная операция проводится для поддержания правопорядка. С улицы доставляются лица, находящиеся в общественных местах в нетрезвом состоянии. Останавливаются и проверяются транспортные средства на наличие водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. На данный момент у нас доставлен данная операция правопорядок. Ранее проводилась на территории Левобережного дачного общества. То есть, сегодня проводится на территории СУМОНа СУПАК. И также данная операция будет проводиться и в других населенных пунктах с целью поддержания правопорядка. Рейдовые мероприятия уже за первые часы дали свои результаты. Выявлено два факта реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции без акцизных марок и сопроводительных документов. Также инспекторы ДПС на месте задержали управляющего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Результат показал 0,63 мг на литр выдыхаемого воздуха. Установлено в состоянии алкогольного опьянения. Всего полицейскими составлено 48 административных протоколов. По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В Центр по оказанию социально-реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в алкогольном опьянении, а в простонародье медвытрезвитель, доставлено 9 человек. Для стабилизации оперативной обстановки на территории Кызыльского района села Сукпак вышеуказанные мероприятия будут продолжены. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин